Хизбалла ведет интенсивные обстрелы территории Израиля. Выпущенная из Южного Ливана противотанковая ракета нанесла серьезный ущерб зданию концертного зала в Кибуце на севере страны. Цахал отвечает огнем по позициям террористов. За минувшие сутки армия обороны атаковала около 200 целей в секторе Газы. В ходе выполнения боевых действий в квартале Саджая были обнаружены склад оружия и туннельная шахта. Их уничтожили ударом с воздуха. Помимо этого, возле школы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам бойцы нашли оборудование для производства ракет и еще несколько туннельных шахт. Трое заложников, похищенных Хамасом 7 октября, погибли от огня израильских военных вследствие ошибочной идентификации противника во время боя в районе Саджая в палестинском анклаве. Согласно расследованию Цахала, они не представляли собой опасности для солдат, которые лишили их жизней. Отмечается, что этот трагический инцидент произошел вследствие нарушения правил введения огня, существующих в Цахале, и является серьезнейшим нарушением армейской дисциплины и правил введения войны. Напомню, что по данным израильских военных, в секторе Газа находится около 130 заложников. Ранее удалось освободить 110 израильтян и иностранных граждан. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с рабочим визитом в Израиль и палестинскую автономию. Она призвала к немедленному прекращению огня, освобождению всех удерживаемых террористами заложников и увеличению объема гуманитарной помощи палестинцам. На встрече с ней министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что прекращение огня в секторе Газа и на границе с Ливаном станет призом террористам. Катрин Колонна также провела беседу с главой внешнеполитического департамента палестинской автономии. Они обсудили насилие еврейских поселенцев, с осуждением которых глава МИД Франции выступила перед вылетом в Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok